Вопрос о строительстве мечети в Петербурге городские татары поднимали в царствование Павла I, Александра II и Александра III. В 1881 году Ахуны Мухаммед Шакир Юнусов, Атаулла Боизитов и выборные от петербургских мусульман подали прошение о дозволении начать сбор денег на строительство мечети в Петербурге. 25 лет потребовалось городским татарам, чтобы собрать необходимую для строительства мечети, соответствующей столичному статусу Петербурга. Мечеть творения зодчих православного Николая Васильева и мусульманина Степана Кричинского, польского татарина по происхождению. Мечеть была заложена в 1910 году. Место для закладки мечети на Петроградской стороне было получено мусульманами после обращения к эмиру Бухарскому с просьбой эпохи дотайствовать об этом перед Николаем II. Город предоставил бы земельный участок бесплатно, но это было бы далеко на окраине. И поэтому председатель комитета по строительству соборной мечети Абдул-Азиз Давлетшин обратился к эмиру Бухарскому, который во время аудиенции получил у Николая II разрешение на покупку земельного участка на Петроградской и с последующей передачей его в дар столичным мусульманам. В 1913 году в дни романовских торжеств мечеть была открыта в Черне. Тогда был настелен паркетный пол, проведено электрическое освещение и паровое отопление. Тогда на торжества, приуроченные к 300-летию празднования Дома Романовых, приехали многочисленные мусульманские депутации, как тогда говорили, из разных уголков империи. Известна точная дата завершения строительных работ. Это 30 апреля 1920 года, когда имамом Хатыбом в мечети был выдающийся татарский богослов Мусай Бигеев.